У Антонины Шаповаловой то ли кризис, то ли наоборот излишки производства. В самом сердце столицы, на Арбате, именитый дизайнер организовала звездный цех. Вместе с кумирами молодежи любой желающий мог зайти и сам сдекорировать себе одежку из заранее заготовленных макетов. В импровизированный ткацкий цех отправилась и наша съемочная команда. Поступать не в чем, мы решили сделать себе футболочки. Ну и без рост начала получаться? Ну, если учесть то, что последний раз я сшила в пятом классе, начну сорочку и не дошила ее до конца, то да, мне кажется, это большой успех. Возможно, скоро уйдешь из группы Ранетки, станешь великим дизайнером. Да, я уже думаю об этом. Скоро уйду и буду резать маечки. А если Тоня Шаповалова скажет, ну все, устраивайся ко мне на работу и 15 тысяч рублей буду вместе сплотить тебе, будешь мне трусы шить, согласишься? У Тони Шаповаловой обязательно соглашусь. У нее цех закрылся, ей нечем платить зарплату ее этим швеям, поэтому тебе помогаем, чем можем. Да, понимаешь, сердобольные артисты, вот друзья пришли на помощь, коллекцию надо заканчивать, неделя моды буквально через месяц. Как бы вы перефразировали вообще весь мой благородный, альтруистичный концепт. Антонина, и как вы с такими светлыми законами выживаете в шоу-бизнесе? Кстати, наш корреспондент Паша Мавриди тоже привнес в изменение твоего святого концепта и свою лепту. Три секунды и готова новая футболка. Опачки. По-моему, неплохо. Вот так делаются дизайнерские вещи. Сначала мы подтрачили рукава, отрезали вот здесь, вот здесь, сделали принт на печке. И, пожалуйста, дизайнерская рубашка.